Добрый день, дорогие зрители! Сегодня у нас очень необычный гость в студии. Все знают, что под патрон 5.45х39 существует серия автоматов Калашникова, ручных пулеметов Калашникова. Но вот это достаточно редкий зверь, так называемая винтовка киллеров штази SSG-82. Снайперская винтовка Службы Госбезопасности Германской Демократической Республики. Взяли мы это оружие еще и для того, чтобы поговорить на нашу одну из любимых в последнее время тем об охоте на зомби или на зараженных в игре пактогенез сотрудничестве, с которым мы снимаем этот ролик. В прошлом, как вы помните, мы уже рассказали про патроны 22 ЛР и 12 калибра. Но, как сказано в одном знаменитом романе, для мушкетера Атоса это слишком много, для графа Деллафер слишком мало. В случае с зомби 22 ЛР это все-таки слишком мало, хотя, как мы показали, череп он пробивает вполне уверенно, а 12 Га это все-таки слишком много, патроны тяжелые, сносят не только голову, но и вообще ползомби, и таскать их тяжело. В одном смысле, действительно, патрон 5.45 представляет собой оптимум. Если кто помнит, а кто не помнит, мы потом об этом расскажем, в СССР долгое время был патрон 7.62х39, о котором мы поговорим как-нибудь отдельно, как и про оружие для него. Советский Союз был этим патроном, в общем, доволен, хотя какие-то попытки улучшить его предпринимались, но не очень активными. В это же время под другую сторону земного шара шли активные работы по созданию нового патрона, причем американцы не придерживались идеологии промежуточного патрона, им это вообще было достаточно сложно, это для СССР просто есть пистолетный патрон, ТТ или Макаров, есть винтовочный патрон трехлинейки, все, что между ними, это будет промежуточное. Для американцев с их изобилием патронов от забора и до обеда придумать, какой патрон будет промежуточным, например, по отношению к тому же 22 ЛР, который, кто забыл, лонг райфл, достаточно сложно. Поэтому они исходили несколько из другой идеологии. Еще в конце 19 века на вооружении не армия флота США была очень интересная винтовка под 6-мм патрон, так называемая 6 мм Линеви, с очень высокой для своего времени начальной скоростью. Правда, патрон, как и сама винтовка, оказался даже слишком передовым. Некоторое время, помучащаясь с ним, американский флот махнул рукой и перешел на стандартный, вместе с армией, винтовки Крэг, а патроны Спринфилд. Но сама идея американцам запала. Более того, в 30-е годы у них появилась серия именно малокалиберных высокоскоростных винтовок, так называемые Свифты. Самые известные это 220 Свифт, были и другие. Которые тоже показали свою высокую эффективность как по стрельбе, по всяким мелким вредителям, в основном луговым собачкам, так и по более крупной дичи. Идея, что малокалиберным, но высокоскоростным патронам можно стрелять по более крупным целям, американским военным понравилась. Опять же, про историю патрона 5.56 НАТО, он же 223, для охотников мы расскажем как-нибудь отдельно. Пока заметим, что когда американцы приняли на вооружение свой малоимпульсный патрон, СССР снова оказался в положении догоняющего. Но надо заметить, в этот раз, по мнению многих задач, советские баллистики справились даже лучше, чем во время войны, когда был создан патрон образца 43-го года, потому что патрон 5.45, хоть и основан на патроне образца 43-го года, имеет ту же гильзу 39 мм, но по баллистическим своим данным он получился намного более удачно. Патогенез — это боевая РПГ про выживание в наших широтах, в наше время, когда всё летит к чертям и рассчитывать можно только на себя. Больше всего меня поразила проработка каждой детали. От оружия, которое можно собрать идеально под себя, от прицела до приклада, до отдельной баллистической траектории каждой дробинки в залпе из дробовика. Или как вам 5 видов бронеплиток для ратника, каждый из которых по-своему влияет на скорость, ловкость и, конечно, на шанс скончаться от пули в живот. Экшен вообще тут совершенно хардкорный, можно прятаться в кустах и оврагах, выцеливать зомби и снайперки, лазать через заборы или забраться на крышу автомобиля. Разумеется, нужно добывать еду, воду и медикаменты, а система кровотечения, кстати, тут смоделирована так, что можно студентов-медиков обучать. Патрон здесь очень распространен, широко используется до сих пор, и в этом смысле даже немного интересно, почему же немцы, получив его данные и, в принципе, получив документацию для выпуска автоматов Калашникова, не просто взяли Калашникова, а сделали для своих спецслужб вот такую винтовку. Винтовка, я уже сказал, на Западе иногда называемое оружие киллеров штази, ССГ-82, создана на основе спортивной винтовки Зуль. Надо отметить, что немцы действительно как бы не стали особо много заморачиваться, большинство узлов действительно взято от спортивной винтовки, это в 90-х уже во многом использовали и на просторах бывшего СССР, переделывая спортивные винтовки, боевые, снайперские. На винтовке установлен четырехкратный прицел Карл-Цейс-Сиена ГДР. Опять же, не все знают, что фирма Карл-Цейса, хотя и переехала после Второй мировой войны на Запад, но заводы Цейса остались и в ГДР тоже, и в ГДР вполне себе выпускались оптические прицелы с клеймом Карл-Цейс. Марка хорошая, что бы не использовать. Качество. Ну, опять же, смотреть надо в светлое время, но, насколько я вижу, качество оптики, как жена Цезаря, выше подозрений. Тем более, прицел всего лишь четырехкратный, он не предназначен для какой-то стрельбы на особо сверхдальнее расстояние. Компактный магазин, который полностью утапливается в ложе, под патрон 5,45. Опять же, почему немцы не приспособили хотя бы укороченные магазины от автомата Калашникова? Ну, тайна сия велика есть, может им чем-то так было удобнее сделать свой отдельный магазин. Классический продольно скользящий затвор. Из особенностей можно выделить, что пользователь этой винтовки, а пользователь, несмотря на довольно ограниченный выпуск, их было выпущено порядка 1600, хотя данные различаются. Тем не менее, поклонников этой винтовки среди немцев, особенно среди жителей бывшей ГДР, довольно много. Видимо, мысль о том, что у них лежит снайперская винтовка штази как-то отдельно греет душу. Основные жалобы, в принципе, две. Во-первых, от стрельбы патронов с остальными гильзами очень быстро выходит из строя выбрасыватель. В частности, эта деталь довольно простая. Ее просто делают местными силами. Вторая жалоба то, что под обычные патроны 5,45 очень трудно показать какую-то особо снайперскую кучность. Хотя, возможно, винтовка именно с снайперским патроном была бы способна на большее. Сложно сказать, был ли когда-нибудь снайперский патрон 5,45. Точных данных про это, опять же, нет. Ходят только неясные слухи, что именно для этой винтовки могли выпускать какие-то особо качественные патроны, с которыми она полностью реализовала свой потенциал. Но точных данных про этого нет. Патронов никто не видел. Документов каких-то об их создании тоже. Скорее всего, винтовка была создана просто потому, что аккуратные немцы хотели иметь какое-то снайперское оружие. Тем более, конец 70-х, начало 80-х это просто волна моды на подразделения антитеррора. Достаточно вспомнить, что началось во всем мире после Мюнхенского теракта, когда во всех странах либо переначивали существующие спецподразделения под задачи антитеррора, либо создавали новые. Вполне логично, что в ГДР, которая находилась как бы недалеко от ФРГ, тоже решили, что им нужен свой антитеррор, и его нужно чем-то вооружить. Почему выбрана, опять же, именно вариант снайперской винтовки под автоматный патрон? Ну, патрон действительно очень удачный. На тот момент, как немцы справедливо полагали, он будет распространен. Но идея использовать просто автомат Калашника, пользуясь с оптическим прицелом, им не очень понравилась. Одна из проблем, с которой очень часто встречаются все пользователи, хоть военных АК, хоть гражданских САЮК, это как установить на АК прицел, особенно современный, достаточно тяжелый. Дело в том, что крышка автомата Калашников все-таки для этого не очень предназначена. Когда Михаил Тимофеевич делал свой автомат в законченном виде, просто никому в голову не приходило, что на него надо будет устанавливать какие-то тяжелые прицелы. И даже классический боковой крон автомата Калашникова в этом смысле не очень помогает. Люди извращаются по-всякому, делают, приспособление на целик, переделать стволную коробку, как сейчас в новых АК-12, но полного совершенства пока что тестить не удается. Возможно, как бы немцы уже были осведомлены об этой проблеме. В конце концов, АКМ у них до этого и были. И поэтому, когда зашла речь, что нужна именно винтовка для полицейского спецназа, которая будет работать на дистанции 150 метров, но она это должна делать стабильно и достаточно точно, они решили, что лучше не заморачиваться с Калашниковыми, а просто взять и сделать отдельную снайперскую винтовку под, опять же, обычный автоматный патрон. Надо сказать, что идея действительно, на мой взгляд, очень хорошая, и в этом смысле даже не очень понятно, почему ее не развивали дальше, потому что патрон, как я сказал, действительно очень хороший, с очень удачной баллистикой, достаточно широко распространен. Сделать под него продольно скользящую болтовку не так сложно. По современным меркам эта снайперская винтовка, конечно, уже не очень, скажем так, конкурентно способна. Здесь нет вывешенного ствола, то есть он касается ложа. Само ложе деревянное, это несовременно алюминиевое шасси с пластиком. Ствол не хромирован. С одной стороны, с точки зрения кучности для снайперской винтовки, это скорее достоинство, чем недостаток, а с другой владельцем надо бдительно следить, чтобы он не заржавел. Давайте посмотрим на эту винтовку ближе. Магазин очень простой, в принципе, в чем-то привычно даже пользователям Калашникова, хотя немножко другой принцип. Прицел установлен достаточно прочно. В принципе, насколько я понимаю, эксплуатация винтовки без прицела не предусматривалась, хотя сейчас они продаются отдельно без прицела, но это, видимо, был утерян в процессе эксплуатации. Пусковой крючок унаследован от спортивной винтовки, полностью регулируемый, очень удобный. На него ни у кого использовательной нареканий нет. Тема предохранения тоже крайне простая и примитивная. Клопочка, которую передвигаешь туда-сюда, красный можно стрелять, отсутствие красного, соответственно, стрелять нельзя. Классический болтовый затвор, который очень легко снимается. Нажимаем вот эту клавишу, достали. Никаких проблем, никаких затруднений. Как я уже говорил, одна из основных жалоб немецких пользователей это выбрасыватели. Рекомендовалось вытачивать их или из затвертки, либо из какого-то другого инструмента с довольно прочным материалом. Но в любом случае, как бы выточить его проблем не составляет. Деталь достаточно простая. Чтобы вставить затвор, ничего нажимать не надо. Просто вставляем его на место. Длинный эффект камеры. Чтобы вставить затвор назад, ничего нажимать не надо. Просто вставляем его на место. И винтовка готова к стрельбе. Винтовка для удобства, опять же, имеет довольно толстый задник приклада, с сребристой поверхностью, очень удобный. И прочный, классический немецкий прицел. Простенький, всего 4 крата. Сетка очень простая. Вот это колечко регулирует параллакс. Вот это вертикальные поправки. Если кто помнит, немецкие прицелы времен войны, они тоже были устроены схожим образом. То есть, второго колесика поправок у них просто не было. В данном случае немцы, можно сказать, просто продолжили свою традицию. Тем не менее, на дистанции 100-150 метров действительно такого прицела более чем хватает. Зато стрелок не перегружен лишней информацией. То есть, если винтовка пристреляна, ему достаточно просто навестись и выстрелить. Если говорить о нашем гипотетическом сценарии применения, то в чем может быть ее преимущество перед тем же автоматом Калашникова? Ну, во-первых, патронов много не бывает, особенно в таких условиях. И расходовать их лучше экономнее. Мало ли, когда выпадет следующий случай, подкормиться. А вот эта красавица, даже несмотря на свою некоторую устарелость, она все-таки будет точнее, чем обычный автомат Калашникова. Хоть 74-й, хоть АК-12, скорее всего. С прицелом, опять же, тоже меньше возни. То есть, если вы просто пристреляли, то, скорее всего, на дистанции 100-150 метров, а дальше вам вряд ли придется стрелять в городских условиях. Это будет верная смерть хоть для зомби, хоть для зараженных, хоть для просто нехороших людей, которые захотят вам сделать что-то недоброе. В чем-то, да, она уступает, хотя бы потому, что огонь очередями из нее вести затруднительно, но если вы не планируете израсходовать весь ваш носимый боезапас в течение нескольких минут, аккуратно отстреливать нападавших, набегающих, наползающих на вас с максимально возможной дистанции, то, если вам посчастливится где-нибудь найти винтовку киллера в ГДР, вполне логично будет добавить ее в свой арсенал. Еще раз спасибо тем, кто дал нам эту замечательную винтовку, чтобы показать ее вам. Спасибо игре Патогенез, которая служит нашим информационным и не только спонсорам. Ну и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить следующие ролики об истории огнестрельного оружия.